Всем привет! Это Аня из Татриамы. Я сегодня хочу поговорить о быте и о рутинах. При подготовке к месяцу, после того, как я ответила себе на вопрос, кто я, какая, заполнила свой лист желаний, а потом у меня идёт карта быта. Её принципы основаны на системе FlyLady, летающая леди. Летай как бабочка, жаль как пчела. Как я строю свою карту быта? Зоны уборки. Я анализирую полностью пространство, в котором я живу, и разделяю его на шесть частей. Это шесть дней, так как в воскресенье я ничего не делаю. Вот. И определяю. Вот, например, понедельник, детский. Я проверяю детский. Проверяю там такая лёгкая уборка на 20 минут, не больше. Потом... Ну, вообще, я быстрее делаю. Но очень важно, чтобы не было хлама. Если захламлённый дом и захламлённые комнаты, их убирать очень тяжело. Но очень также вот эффективно в эти 20 минут что-то выкидывать мне очень помогает. И вот, я разграничила шесть зон. Также туда входит зона машина. Машину я тоже убираю по зонам уборки раз в неделю. Вот. И ещё очень важная зона — это рутины. Рутины. Что я делаю утром? Лёгкие какие-то свои ритуалы утренние. После того, как я расписала свои зоны уборки, свои рутины, я спрашиваю это же самое у детей. Что ты будешь убирать? Какую часть своей комнаты ты будешь убирать в понедельник? И ребёнок записывает сам. Я в понедельник буду убирать то-то, то-то пять минут. Только пять минут. Потом... Потом на следующий раз я спрашиваю на следующий день. Что ты будешь делать утром, когда проснёшься? Вот, что ты будешь делать? Давай запишем. И он записывает. И потом мы между собой сравниваем. Не то, что сравниваем. Мы можем не смотреть, кто там что у себя записал, но говорим, что вот, я уже сделал свои утренние рутины, а ты? И прям, я ещё не сделал. Ну, давай это делай. Вася уже сделал. И таким образом мы общаемся, и у меня нет вот этой заезженной пластинки и музыкальных обоев и радио, которое говорит там, почисти зубы, почисти зубы, убери в комнате, убери в комнате. Ты убрался в комнате или не убрался? Я, например, говорю, так, какая у тебя сегодня зона уборки? А, вот это, так, смотрим. И я говорю, ну что, ты сделал свою зону уборки? А, привет. И он отвечает, что я там сделал, либо я пока не сделаю. Говорю, ну хорошо, давай попозже сделаешь там, уроки сделаешь и уберёшь свой угол, который у тебя записан. Но эта зона должна быть записана пошагово, что там, например, протереть, поставить, убрать. Всё. И это делаешь. И таким образом ты привыкаешь эти зоны уборки делать и рутины, и они у тебя не отнимают уже с твоей энергии, поэтому освобождается много сил и энергии на другие дела, на тоже общение с детьми, на поездки, на чтение, на образование. И не концентрируешься на вот таких мелочах. Они уходят в автомат и не забирают энергию жизненную. Всем пока!